Уже который раз, точнее, который год, Шкондин стоит у своего колеса и объясняет, почему оно всё-таки крутится, если подключить батарейку. Ведь всё так просто. Ну, как вам сказать? Кратность, то есть, когерентность, которая создаёт вот эти хорошие предпосылки для работы импульса паузы. Собственно, уникальность двигателя Шкондина, она во всём. Во-первых, сам двигатель находится в колесе и места совершенно не занимает. В основе всего этого дела лежит обычный велосипед детский. А вот этих вот аккумуляторов хватает на то, чтобы проехать 30-40 километров, то есть, практически пересечь Москву. Вот эта машина развивает скорость около 30 километров. А для тех, кто любит погорячее, можно и погорячее. Он изобрёл свой двигатель в 80-х, потом лет 10 патентовал. Переписка с научным сообществом была как будто бы на разных языках. Он им принцип работы, а не ему такого не бывает. Почему вы пишете равноудалённые магниты? Что это такое? Я отвечаю. Равноудалённые магниты – это магниты, удалённые на равные расстояния. Вот и всего такая переписка была 8 лет. Помогло волевое решение. Министр по делам изобретений, прочитав все отчёты о том, что это работать не может, сел в его инвалидную коляску. Она встаёт на дыбы, если резко дать газу. Идущих специалистов вызвали на ковёр и приказали запатентовать. Он так и остался в своём гараже со станками, магнитами и чертежами. Только теперь директором по исследованию международной компании. Человек в сером костюме там на дороге – это американец-финансист. Почему так не хватало шкондинскому мотору, с большим удовольствием катается на его велосипеде. Акулы капитализма сразу поняли, что это колесо в колесе едет в два раза дольше, состоит всего из шести деталей и разгоняется как мотоцикл. Значит, здесь миллионы. Ты сядешь на велосипед, и это как ракета, как Феррари. То есть ты взлетаешь. Вот этот момент, который мы называем «зип-фактор» или «кул-фактор», это колоссальное преимущество, которое позволило нам строить хорошее партнёрство. Шкондин показывает всю палитру. Эту трёхколёску заказало общество пожилых японцев. У них пенсии хорошие, и они очень мобильны. Этот электромопед ездит в 80 км в час. Этот двигает на 5 литров бензинный аккумулятор от Москвы до Петербурга. Он опять готов всё показать и доказать. К его двигателю понятие мощности неприменимо. Вот другой велосипед. Редакционная машина весит полторы тонны. То ли настойчивость, то ли случай свёл. Из гаражной кулибинщины всё стало бизнесом. В этом году шкондинские моторы начинают покорять Индию. Там нужны миллионы таких велосипедов. Список моделей прилагается. В перспективе городской электромобиль. В Америке, когда на дальность мы испытывали, поставили, как положено, 80 ампер часов аккумулятор маршевый. Они говорят, наши инвалиды любят долго кататься. Я говорю, пожалуйста. Вот. Нет. Мы сняли, чтобы на равных испытаниях. Их коляска прошла 70 км, а это 130. Иногда стоит изобретать велосипед. Недавно в гараж приезжали люди от авиации. Долго разговаривали. Вопрос был один. Можно ли этот двигатель разместить в вертолётных лопастях? Шконин сказал, что подумает. Максим Соколов, Екатерина Головина, Алексей Сироткин. НТВ. Москва.